здравствуйте уважаемые телезрители вы смотрите телеканал 6 тв в эфире актуальные интервью и сегодня у нас в студии роман дусенко привет роман привет фика психолог коуч бизнес-тренер и мы будем говорить о чем мы будем говорить о жизни самое самое важное что у нас сейчас есть это наверное то как мы проживаем эту жизнь и все это делать по разному но ты бизнес-тренер до бизнес это первое или нет да бизнес это первое потому что вся моя жизнь это связано с бизнесом то есть у меня таких три больших этапа в своей жизни это предпринимательство то есть знаешь по-другому если немного вот чтобы связать с нашим названием там бизнес-тренер коуч и психологом когда что такое коуч психолог это когда к тебе человек приходит за тем чтобы услышать о себе нечто другое кто ему будет в окружении за этим тебе и приходят да абсолютно да и вот был у меня такая случая представляешь мужчина там достаточно высокой позиции в гос структурах до уровень силовых или просто управление то есть я в основном работе я понимаю только бизнес то есть вот и у него там очень давно на своем месте у вас очень высокий статус там вот один одна из региональных администраций там наши западной части я понимаю что вот вот он как бы хочет принять решение и он уже как бы созрел сказать вот что вот для него важно а он знаешь решение именно свое про себя про себя про себя кто он такой да да кто он такой что вот ему дальше делать а он знаешь а вот вот это вот страхи позиция жертвы и ты всегда он как бы пытается улизнуть рамки я еще рамки в которых ты стоишь совершенно вроде как не и не от тебя они зависят хотя или только от тебя да значит про рамки прям буквально сейчас у меня здесь есть один клиент мы с ним работаем и вчера была стратегическая сессия вот один из руководителей вышел и я вижу что он создал такие вокруг себя большие рамки чтобы показать какой он есть а внутри он такой маленький и вот этот разница между тем какой он есть на самом деле и тем что он на себе создал у него столько энергии уходим на чтобы это поддерживать но давай вернемся немного наверное да если это представить ты вроде как думаешь что ты что тебе все позволено и ты хочешь этим показать да что тебе все позволено соответственно на самом деле делаешь и не так да абсолютно так вот и я понимаю что и знаешь им иногда самый лучший коучинг и психология бывает знаешь сказать человеку нечто необычное такое прям вот то что он не ожидает ягоды на рыбалке был когда-нибудь он такой опешил бы то почему ты рыбал или ну был или не был 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 помнишь вот этот момент когда ты рыбу держишь вот себя в руке крючок пытайся снять что она пытается сделать выскользнуть я так и ты пытаешься выскользнуть вот ты сейчас от сам от себя пытаешься выскользнуть вернусь на секунду к твоему вопросу что такое для меня первичный бизнес это у меня было три вопроса на которые в жизни ответил наверно может быть будет четвертый то есть ты еще не сформулировал его нет нет четвертый пока еще нет это три больших этапа жизни первый я был студентом и я хотел заработать денег соответственно моя стратегия жизни если не секрет на кого первое образование это учитель истории социально-политических дисциплин там потом дальше финансовая америка анкорич наш любимый япония италия мбэй экзекьютив мбэй московской бизнес школы сколкова президентская программа очень много всего то есть ты учился много очень много да и продолжаю это делать каждый день вот вчера у меня прям была менторская сессия и тогда когда я сказал я хочу денег стратегия жизни на 10 лет прописалась то есть я занимался только деньгами не было все равно что делать но мы делали разумные вещи как бы поднимались банкротились поднимались до высоких вершин оставались без денег но все равно какие-то принципы были безусловно не не зарабатывал деньги нет 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 то о чем на секс рок-н-ролл и наркотики нет на этом мы не зарабатывали то сначала это были не поверишь первые на первый мой бизнес это вагон женский гигиенический средств я узнал об этом все ты можно сказать профи безусловно к этому вернуться роман если вдруг что-то не пойдет я вообще мне жена иногда знаешь слушай в жизни столько всего переживает не переживай у меня столько профессий что мы всегда прокормим все то есть от дворника до учителя истории в общем второе решение было я когда полетел в японию не нужна была кредитная карта я зашел в банк и встретил женщину руководитель кредитного отдела который когда-то нам на ту фирму которая в результате обанкротиться было огромный кредит в результате которого мы стали там ну я обанкротили потеряли бизнес и мы я уже в америке поучился все остальное и она говорит про банк и там что-то рассказывает мне обеденный перерыв она закрывает на ключик банк садит надевать тапочки курочку достает кушай подождите а клиенты а сервис а где такой умный у меня есть должен за управляющий приходи и так я попал в банк а второе мы решили было вообще случайно абсолютное случае вот значит абсолютно если веришь в жизни в случайность я жену свою в лифте встретил просто зашел ли вы это не не по среде и как бы и признаешь я приехал бы так я хочу работать у вас они все как смысл ну я бы просто у вас там вакансии да я хочу у вас работать так человек заходит тебе этому тогда здесь на ким вечером здесь был банк это еще тогда общество взаимного кредита теперь это росбанк все это там председатель правления спустился очень известный человек сейчас ну и чего это вот я хочу работать до сколько здесь заплаты где мне все равно у меня бизнес есть нет ну ты знаешь я может быть тоже такого работника хочу это моя вообще мечта приходят работники говорят а мне все равно сколько ты мне невозможно было совмещать пришлось продать так вот вторым моим решением я еще даже на работу не пришел я сказал я буду руководителем банк и в результате я был нескольких несколько должностей занимал председателя правления российских банков и потом третье решение когда-то я уже знаешь это 2013 год я и ты все-таки из банка ты ушел да я ушел сам с позиции почему сейчас тебе расскажу я в какой-то момент понял что мне хочется делиться знаниями которые у меня есть а второе я создал и типа я гуру да да вы меня слушайте да да слава богу что у меня были деньги чтобы потом семья прожила но к тому времени я запустил первый проект такой знаешь бизнес-завтрак с романом дусенко я исследовал ты запустил онлайн проект онлайн проект это будет воскресенье в пятницу вернее про прошу прощения мы ставили камеры снимали приглашал известных людей в москве и мы изучали историю личного успеха и в какой-то момент я понял что я хочу сидеть на месте не того кто интервьюирует а вот сейчас где я сижу и третьим моим решением жизни это вот мысли я тоже об этом подумала да абсолютно да третьим решением сказать я хочу быть бизнес консультантом и все я вот 2013 году уволился с позиции представителя правления банка и 10 лет занимаюсь тем что я как бы сейчас что не встречались такие клиенты которые например говорили да че чему ты можешь меня научить вообще ты же я тут такой великий гуру я уже такого же все это все таки да все таки то есть других в бизнесе наверное других бизнеса них нет единственное что почему предприниматели в какой-то момент снимают корону и понимать снимают ну приходится иногда щелчком нужно спилить ну любые фразы любые глаголы которые помогают про пушу но учу смотри у человека всегда есть выбор выбор определяется тем что для тебя важно и если для него важно спасти бизнес то он приходит и слушай помоги а если для него важно продолжать быть таким каким есть рано или поздно он оказывается за бортом вот все очень просто но иногда люди могут и сами поменяться только в двух случаях если происходит что-то очень хорошее или что-то очень плохое к сожалению ну да наверно ты прав а если вот говорить о целях это очень важно для бизнесмена иметь эту цель впереди или знаешь как в случае с самураем у самурая нет цели есть только путь вот видишь мы такие сложные вот мы русские да и я вот всегда мы русские да сложно потому что мы раньше услуги там но какой-нибудь бюргер родился там у нее все понятно он там через там закончить институт придет на работа будет выплаты 3000 евро через пять лет 5000 евро через 10 лет 15 тысяч евро в 55 он выйдет на пенсию у него будет дом ипотека бмв все понятно и цели в принципе там только такие быть достойным бюргером там позицию гражданскую наверно что-то для себя воспитывать правильно детей там ходить в церковь там по выходным мы другие мы вообще нас молтает вот оттуда сюда причем это видно по и по всей нашей истории да и взять от империи до демократии от коммуны и все общее до там социалистического реализма наверное надо и бизнесу на нашему нужно сразу все все поэтому почему мы голодные до жизни почему когда у человека появляются деньги он становится и благотворителем и охотником и рыболовом и у него яхты машины и женщины все конечно века женщины это вот знаешь тема секса вот можно так сказать бизнес равно секс то есть потому что бесполезно вот скажи пожалуйста наших наверное зрительниц безумно интересует такой вопрос вот у меня муж успешный бизнесмен но он не может быть неверен это наверно не 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 это не про то есть надежда это во первых он тебе безусловно верен где-то в глубине своей души его позиции он никогда не скажет чтобы тот же умный мужчина он с тобой столько лет живет с такой умной женщиной это раз второе неверность это это не про это вот секс ты невероятно все таки делить да ты невероятно привлекательно я уверен что понятие у как бы знаешь вот этого флера или как это сказать вот когда женщина показывает что ей мужчина не безразличен как это вот легкие такой соблазнение что-то такое да верно она присутствует очень часто да и вот сама по себе разрядка она не приносит столько удовольствия сколько все то что предшествует этому ну наверное если с этой точки но для мужчин же по-другому не не сейчас подожди так вот не понимаешь с точки зрения же я тебе про бизнес рассказал так вот вот уже когда вы там курите отвернувшись друг там говорили как это было классно это уже как бы абсолютный спад эмоция но весь прикол заключается в том что когда идет охота и бизнес это про охоту понимаешь когда у человека возникает идея то есть все-таки процесс а на его важнее чем цель конечно я вот про это да она его настолько вовлекает и мы возвращаемся к русским о целях ты меня спросила мы и мы с одной стороны и самураи потому что у нас есть если что а второе мы пытаемся быть такими знаешь там приличными протестантами ходить по воскресеньям там молиться и думать там одевать красивый костюм с галстуком как ты говоришь многие люди официально они такие но мы точно знаем что без одежды мы все одинаковые конечно да так вот бизнес это про то когда на стопа настоя вот я наверно буду можно поделить предприниматели на различие те кто реально делает бабки то есть просто им процесс денег то есть деньги а есть те кто кому нравится что они делают идея понимаешь там предприниматели которые там создают какие-то вещи там они постоянно вот это вот настоящее это это вот прелюдия вот они поймали туде они доводят они там создают контакт люди вокруг них деньги и эмоции и вот это все является сама это самый кайф и вот когда я вижу предпринимателю которые в этом процессе не те которые получили разрядку те которые получили разрядку у меня есть одна знакомая девушка она возглавляет премиум офис одного из российских крупнейших банков ветром а деньги то все 75 плюс теперь ну что там 75 плюс мужиков там деньги о чем они думают да понятно интересно но это не та энергия вся энергия вот она 35 50 вот там вся жизнь понимаешь но да это интересно конечно ты на ты как бы наблюдаешь за этим бизнесом а есть что-то например что тебе категорически не нравится иногда в твоих клиентах мне не может все не нравится если человек ко мне пришел и я принял решение ему помочь вот это нравится мне не нравится нужно это отбросить знаешь но представь что ты доктор на фронте да и ты видишь условно говоря раненого человека он обезображен он тебе может не нравится но ты должен ты дал клятву гиппократа должен спасти и так и я то есть я он мне может не нравится но я понимаю что сейчас я и если ты видишь что человек ну так скажем ну не очень хороший вот и нету такого что вот ну вот все-таки личная симпатия или антипатия вы как-то влияют на твою работу я человек ну конечно и конечно же да но условно говоря адвокаты защищают преступников и если ко мне пришел человек который мне не нравится который по моральным ценностям не не подходит но ему нужна помощь и я в цел и я принял решение ему помочь то для меня это знаешь все таки здесь такая мы же опять про русских да вот у нас колбасит от востока до запада и вот мне кажется вот ортодоксальные как мы называют нас называют греки называют ортодоксальными христианами но они тоже то есть мы ортодоксы а мы-то считая себя так знаем мы считаем ортодокс это евреи с пейсами нет ты знаешь я встречала такое высказывание капицы помнишь был такой математик советский о том что мы все очевидно невероятно да мы все православные советские православные мусульмане да кто угодно вообще ты знаешь чем больше я узнаю мировых религий тем больше понимаю что конечно все об одном и том же так вот и получается отвечаете вопрос ты здесь уже просто видишь не вот эту оболочку ведь знаешь сейчас извини пожалуйста мысль очень быстро скачет недавно проводил одну такую стратегическую сессию с человеком это когда мы выезжаем на день в отель иногда между разные страны предлагать но это уже там не важно вот целый день с человеком у человека есть сестра и как он говорит она значит такая из бывших хулиганок так из неустроены все остальное оказалось то все очень просто детские травмы когда его дети родители взяли и увезли на полтора года заграничную командировку а ее оставили и ребенок в пять лет понял что его бросили и все что на все что делается в жизни она делается потому что в пять лет ее бросили и а паттерн поведения что она пытается любыми способами доказать что она нужна и это знаешь как в разных специологической школах есть разные объяснения там ну вот например транзактный анализ он говорит есть позитивные вещи когда тебя поглажут а есть пинки то есть это неважно что но ты через скандал через негатив получаешь ту энергию подтверждение что ты нужен жизни нужен этому обществу так вот как раз проблема не в том что он такой проблема в том что возможно когда-то с ним что-то произошло что он стал таким неосознанно и почему психолог я всегда говорю ребята ну три тысячи рублей отдайте психологу идите сходите разберитесь себе то есть на ответьте себе на простые вопросы и у вас будет выбор по крайней мере знаешь когда у тебя есть выбор как себя вести осознавая кто ты всегда проще и потом нельзя быть хотя я не знал это уже твой выбор это уже ты отвечаешь ну да наверное ты же все равно ты как бизнес-тренер ты ведешь какие-то соцсети вот у нас конечно твой телеграм-канал да да то есть и ты как ты прям такой осознанный вот можно сказать так smm-менеджер своих соцсетей я осознанный smm-менеджер своих соцсетей потому что будучи в должности председателя правления банка это был химексимбанк я открыл этот свой проект в бизнес-зав я тогда еще была сеть линкдин я там написал объявление и назначил встречу и мы пришли и я потом в тех запрещенных сейчас там сетях которые мы эти писал сообщение всем отвечал спасибо что подписались на мою страницу то есть я это все прошел вот от самых самых низов это был 2012 год и все-таки если вернуться вот к вопросу наверное каждый для каждого человека самое главное вот он счастлив или нет в бизнесе в жизни ты в жизни счастлив я абсолютно счастлив и у тебя вторая семья это вторая семья так получилось в жизни да у меня есть прекрасные дети за что безумно благодарен своей первой жене и сейчас я проживаю какое-то новое состояние с тем человеком которого я люблю который стоять в лифте вот да да а ты в лифте когда встретил свою будущую жену сразу понял что вот это та женщина которая тебе нужна я не говорю что да она мне говорит что ты врешь слышно это было молниеносно потому что мужчинам верить просто нельзя понимаешь роман да и но все-таки иногда можно ты знаешь как тебе сказать так получилось так получилось что ты когда просто вот иногда ты сам не осознаешь что что ты делаешь прокладывать такой путь в твое будущее это я называю контракты с жизнью когда ты в состоянии эмоционального подъема что-то для себя решаешь и потом это решение она тебя ведет по жизни до тех пор пока ты не осознал но в чем прелесть это твое решение ты можешь всегда перезаключить свой контракт то есть ты про то что мы все-таки иногда должны делать то что мы хотим да мы всегда не должны мы мы вы должны осознанный выбор человека делать то что он хочет но иногда человек бывает в такой ситуации говорит нет я этого делать не должен это например неправильно это либо это знаешь как там либо аморально либо приводит к ожирению вот но может быть иногда все-таки стоит сделать то что хочешь если ты делаешь то что хочешь ты открываешь свою маленькую дверку своему счастью следующий шаг будет дверка побольше то есть помнишь как алиса она была маленькая росла 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 у нас в москве есть невероятно интересное кафе давайте чайковский на маяковке почему я про него сейчас помню там огромный туалет с большим количеством дверей без указания м и ж когда мне мои коллеги или клиенты говорят да я не знаю как поступить там я добьюсь дверь закрыта я бы сходите в кафе спуститесь в туалет и вы мне потом расскажите приходит и слушай ломлюсь в одну дверь она закрыта и вдруг следующая дверь открывается и вот так и в жизни у тебя одна дверь закрыта а другая может открыться наверное это и самое главное что и не допускать для себя возможности открытия новых дверей какую дверь ты хочешь открыть не знаю ну правда вот сейчас не могу тебе сказать роман не знаю это это важно знать какую дверь может быть просто стоит об этом иногда думать а ну то есть все таки думать об этом нужно и какую-то цель перед собой ставить маленькую большую ставить цель и бессмысленно вот понимаешь яска ну то есть мысли если я поставила цель что мне нужно похудеть на 5 килограмм к новому году просто цель она вообще не работает вот мы так устроены что внутри у нас есть там такой набор как бы значит программа посещения душа дух а внутри этого всего лежат ценности убеждения смысл жизни предназначения если ты что-то захочешь то что и соответствует твоему внутреннему миру откликается твоими ценностями делает тебя лучше тебе не надо будет уговаривать себя что-то делать ты просто вот эта цель она настолько органично появится в тебе настолько просто ты будешь елки так это то что я всегда хотела и раз пожалуйста тебе спасибо роман спасибо тебе за такую прекрасную беседу безумно интересную я думаю что наши телезрители из а также подписчики на твоем же телеграм-канале и потом пришлешь видео я они не размещу а значит какой подпись с викторией которая счастлива спасибо роман уважаемые телезрители вы смотрели телеканал 6 тв актуальное интервью оставайтесь с нами будьте счастливы